Приветствую вас, уважаемые коллеги трейдеры на очередной торговой сессии вторника на календаре 24 мая. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Начнем наш кратенький обзор с индекса S&P 500. Итак, по индексу S&P 500 мы с вами несколько дней назад, по-моему, как раз говорили о том, что у нас идет, точнее шла седьмая неделя снижения индекса. Есть теория, которая позволяет сделать неоднозначный вывод о том, что после пяти или семи вот такого падения или роста подряд обязательно следует откатная неделя. Поэтому здесь, собственно говоря, мы с вами и будем использовать вот эту самую теорию для того, чтобы на этой неделе отработать какое-то противоположное движение, коррекционное движение в восходящем направлении. Собственно, ждем мы роста. Цель по росту внутри недели у нас в границе 41.80-42.14. Точка входа будет формироваться при пробое пивота 39.83. Это пивот вчерашнего дня. Ну а пока, видим, цена корректируется. Здесь можно использовать какие-то размерности для того, чтобы зайти в рынок чуть пораньше, чем пивот будет пробит. Возьмем за основу вот эту размерность. Она у нас больше вроде нигде не фигурировала. И получаем уровень 39.08. Вот это будет наш уровень, откуда можно начинать покупки по индексу S&P 500. Первая цель будет в районе 40.54. Это размерность среднесрочная. Ну а дальше после какой-то коррекции или теста зеркальных уровней возможен поход дальше наверх. Далее идем по евро-доллару. По евро-доллару сменился среднесрочный тренд. Средние скользящие пересеклись. Поэтому теперь, конечно же, предпочтительнее рассматривать сделки именно в лонг. Тем не менее, по моему мнению, движение в лонг, оно, ну в общем-то, недолго еще будет длиться. Потому что все-таки глобальный тренд у нас нисходящий. И то, что сейчас цена делает какую-то коррекцию. Ну и что? Мы видели ее раньше. Эта коррекция была постоянно в течение всего времени тренда. Поэтому не думаю, что этот раз станет каким-то гиперисключением. Собственно, что мы будем с вами делать? У нас есть две размерности. При коррекции цены к этим, точнее на эти размерности, мы можем открыть дальнейшие покупки. Но будьте внимательны. Потенциал у этих покупок ближайший до уровня, точнее до диапазона 1.07.296. 1.07.563. Это ближайший циклический диапазон. И после того, как мы достигнем этих целей, у нас выполнится также среднесрочная размерность. И есть вероятность, что мы после этого пойдем, если не на глубокую коррекцию, то на продолжение глобального нисходящего тренда. Поэтому здесь будьте предельно внимательны. Другая ситуация. Есть у нас пивот вчерашнего дня. Это 1.06.445. Так вот, если будет вот такая ситуация, что при выполнении размерности и коррекционном движении цена все-таки продолжит движение вниз, то здесь есть смысл открыть короткую позицию на повышение волнового уровня. С небольшим стоп-лоссом и первым тейк-профитом на котировке 1.05.357. Это будет чисто внутридневная такая техническая сделка. Ну и, собственно, вот такая идея пока что у нас по евро-доллару. Идем дальше. Фунт-доллар. По фунту также у нас тренд меняется на восходящий. И, собственно, здесь у нас также цели остаются достаточно близко. Вчера рассчитывал я на то, что все-таки как-то зона ликвидности цену развернет. Но, как видим, недостаточно топлива еще для взворота. Поэтому пойдем, скорее всего, дальше. Ближайший циклический диапазон 1.26.670-1.26.865. Чуть поближе есть уровень Fibonacci 1.26.452. Так что вот эту зону, в принципе, можно себе отметить. Она же у нас совпадает по трехсоставной размерности. В рамках нисходящего тренда по фунту это будет отличная глубокая коррекция, после которой мы сможем найти какой-то сигнал, какой-то паттерн к развороту и отработать нисходящее движение. Ну или, по крайней мере, коррекционную волну на предыдущую размерность. Пока что все именно так по фунту. Далее идем доллар-иена. По доллар-иене также сменился тренд. Сейчас мы смотрим вниз. И, в общем-то, пока ситуация не особо меняется, мы будем продолжать следовать за трендом. Для того, чтобы нам здесь зайти в сделку, а именно продать, нам необходимо дождаться выгодной цены. Выгодная цена будет достигнута при совершении трехсоставной коррекции, трехсоставной размерности 128.408. Это наша точка входа. При коррекции цены к этой котировке мы отсюда продаем. Цель у нас, ближайший целевой диапазон снизу 126.173, 126.606. Такие пока что планы по доллар-иене. Что касается возможной смены тренда. У нас есть наклонная трендовая линия, защищающая нашу нисходящую конструкцию. Поэтому при пробое данной линии, вот она, у нас, собственно, меняется сразу же настроение. Мы начинаем работать в лонг. Пробой у нас, исходя из текущего дня, состоится примерно в котировке 128.492. Может быть чуть пораньше, может быть чуть попозже, но цена будет именно вот такая. Далее идем доллар-канадец. По доллар-канадцу вчера вновь мы немножко снизились, обновили локальный минимум. Тем не менее, очень хорошая тенденция на разворот у нас остается в силе. Для того, чтобы нам отработать движение на разворот, нам необходимо пробить вот эту наклонную трендовую линию, защищающую нашу конструкцию. Поэтому для начала необходимо дождаться пробоя, затем коррекции, затем на повышение волнового уровня зайти в сделку. Здесь получается очень хороший потенциал, весьма солидный торговый план, поэтому нам остается лишь подождать, когда либо доллар, либо канадец станут драйверами для движения этой валюты. Пока что этого не случилось, поэтому мы продолжаем работать в шорт. Цель по снижению, если снижение продолжится, у нас следующее будет в районе 1.27.112. Доллар-франк продолжил вчера снижение, выполнил большую глобальную размерность. Как видим, нарисовал такую шпильку, и это, в общем-то, неплохой знак для того, чтобы зайти в сделку на развороте. Теперь посмотрим, как мы с вами зайдем в сделку на развороте. У нас есть вот такая очень красивая трехсоставная волновая конструкция. Соответственно, младшую волну, давайте посмотрим, можем ли мы ее как-то расписать, разобрать на усеченку. Ну, по большому счету, пробой уже состоялся. Единственное, что пока вот эту линию мы не пробили, поэтому давайте будем ориентироваться на нее. Остальные как-то пробиты во флэч, поэтому это, наверное, не очень хорошо. Итак, построили мы наклонную трендовую линию, и при пробое этой наклонной трендовой линии мы на повышении волнового уровня заходим в сделку и отрабатываем первое движение до котировки 0.97.977. Это первая наша цель. Далее есть еще две цели. Это 0.98.314 и 0.99.202. Два уровня сопротивления по сетке Фибоначчи. В любом случае, пока что сегодня у нас не произошло пробоя. Мы будем смотреть исключительно в шорт. Ближайшая цель по снижению 0.95.137, 0.95.592. Ну, а как только произойдет пробой, мы сразу же переворачиваемся и работаем в лонг. Далее идем австралиец-доллар. Австралиец вчера оттестировал ключевой уровень Фибоначчи, но пока что вниз не собирается. Скорее всего, с учетом того, что большинство парк доллару смотрит пока что в сторону ослабления американской валюты, движение по австралийству также будет продолжено. А это значит, что мы пойдем к следующей цели. 0.71516, 0.7185. Это наша цель. И отсюда можно также открывать какие-то агрессивные короткие позиции, как это было примерно вчера. В конце концов, профит более 30 пунктов в течение дня, это очень даже неплохо. Ну, а после того, как мы оттестируем наш целевой диапазон, здесь уже можно будет подумать о том, чтобы эту конструкцию рассмотреть как слабую и отработать движение в противоположном направлении. Конечно, можно ее и сейчас рассмотреть как слабую. Так, давайте посмотрим. У нас получается вот эта последняя волна. И вот она наша защитная наклонная трендовая линия. Соответственно, сценарий очень простой. Ждем, когда цена пробьет наклонную трендовую линию, получаем коррекцию волну B и на повышение волнового уровня заходим в сделку. Потенциал по данной сделке первый у нас будет на среднесрочную размерность 0.69-0.68. Более глобальная цель – это обновление локального минимума 0.67777, 0.67327. Далее идем на новозеландец доллар. По новозеландцу также мы вчера тестировали ключевой уровень. Был достаточно глубокий заход, но тем не менее на 38 пунктов мы вниз упали. Обратите внимание, сейчас цена остановилась на линии поддержки. Если мы ее не пробьем, пойдем вверх, то выше сегодняшнего пивота 0.64396 можно открывать длинные позиции с целью обновления локального максимума и достижения следующего целевого диапазона 0.65253-0.65481. Новозеландец завтра имеет очень серьезные шансы укрепиться, поскольку будут новости по процентной ставке и, соответственно, повышение процентных ставок даст положительный толчок новозеландскому доллару. Так что пока работаем здесь исключительно в лонг. Что касается сделок в шорт, то здесь то же самое, что мы рассматривали с вами и в других валютных парах. То есть нам нужно пробить наклонный трендовый канал, сделать коррекцию и обновить, повысить волновой уровень. И в этом случае мы зайдем с вами в шорт с первой целью в котировке 0.63.436, ну а дальше на обновление локального минимума. Локального минимума, прошу прощения. Так, идем дальше. Золото. По золоту. Сходили мы вчера немножко вверх и буквально чуть-чуть какая-то вот жалкое... ничтожное расстояние осталось, чтобы нам оттестировать ключевой уровень 1856, но тем не менее можно считать, что мы его оттестировали, поскольку погрешность по золоту в каких-то 5 пунктов, она не считается за недостижение цели. Поэтому будем считать, что этот уровень мы оттестировали, но поскольку мы его оттестировали, конечно же, сейчас очень хочется пойти вниз. Итак, для того, чтобы нам продать золото, давайте посмотрим. Наклонную трендовую линию мы пробили, но волновой уровень пока не повысили. Поэтому для того, чтобы нам продать, нам нужно опуститься ниже пивота 1846.99. Как только мы опустимся ниже, это будет сигнал для нас к продаже. Стоп-лосс за ближайшие экстремум и отрабатываем движение вниз. Будьте внимательны, при 1 к 1 спуске, поскольку здесь у нас есть две размерности, лучше перевести сделку в безубыток, потому что потом мы можем пойти просто дальше в восходящем направлении. Такой вариант, естественно, присутствует, поскольку есть у нас циклический диапазон сверху 1867-1874. Ну а дальше уже будем смотреть по факту. Далее идем в нефть марки Brent. Пока что вчера мы немножко пофлетили, но, однако, наша идея продажи от вот этого ключевого уровня, она, как видим, оправдалась, и мы четко отработали предыдущую размерность. Вот она, эта размерность. И, собственно, сегодня мы будем, наверное, продолжать работать в восходящем направлении, поскольку тренд у нас здесь восходящий, цели глобальные еще не добиты, поэтому мы будем работать в лонг. Так, давайте посмотрим, куда же мы идем. Мы идем к котировкам 119.95-121.20. Это наш целевой циклический диапазон по текущей восходящей волне. Ну а для того, чтобы нам с вами купить, для того, чтобы нам купить, давайте посмотрим. Размерность мы уже выполнили, поэтому, если вы не успели зайти по этой размерности, то данная точка входа для вас, к сожалению, упущена. Поэтому вам придется подождать другой, а именно 110.90-109.07. Это два ключевых уровня поддержки в текущей волне восходящего движения. Ну а после того, как мы эти уровни оттестируем, соответственно, вот такая уже структура движения будет маячить на горизонте. Так что пока вот такой торговый план по нефти. Далее идем к биткоин. По биткоину пока что удерживаемся мы во флете. Причем, обратите внимание, цена достаточно долго и мучительно карабкается вверх, а ее снова сбрасывают. Это означает, что пока спекулянтов и крупных игроков занимают больше продажи биткоина, чем его покупки. Оно и, в принципе, неудивительно, с учетом того, что он практически копирует S&P. Но, подобно S&P, если уж мы рассчитываем на то, что на этой неделе S&P нарисует нам белую свечку, то биткоин, соответственно, очень высокие шансы, что пойдет вслед за S&P. Поэтому здесь, конечно же, мы будем рассматривать основную идею – это покупка. Но покупка, естественно, от выгодных значений. А именно, от нижней зоны ликвидности – 28 575. Вот от этих границ мы с вами покупаем. Ну а держим его как минимум до 32 828. Думаю, что можем сходить еще и подальше. То есть, в наш целевой диапазон обусловленной структурой движения цены – 34 192. 32 35 829. Вот такие у нас прогнозы по биткоину. На этом у меня все. Желаю вам хорошей торговой недели. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова